Это программа День с толком. Студия Анастасия Драган. Приветствую всех на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Носки и все дополнительное. Власти призывают общество помочь в создании более комфортных условий для мобилизованных. Брошенных животных может стать больше. Те, кто попал под призыв, не знают, куда пристроить своих питомцев. Громкая премьера на краевой сцене ставит Рахманинова. Ансамбль «Алтай» готовится удивить зрителей. Больше 20 семей мобилизованных в крае уже получили помощь соцработников. Бригады специалистов сформировали по поручению губернатора Виктора Томенко на прошлой неделе. Наталья Оськина, министра соцзащиты населения региона, на оперативном совещании в правительстве рассказала о том, какую помощь получают близкие призванных. Это вопросы бытового порядка, которые нужно завершить. В связи с тем, что мужчина был мобилизован, это и убрать дрова, доставка угля, перекрыть крышу, завершить работы. Много вопросов связано с личным подсобным хозяйством, в связи с тем, что там наличие кормов и прочие моменты. По словам главы ведомства, силы ресурсов для помощи семьям мобилизованных должно хватить. Сегодня к работе подключились депутаты всех фракций, движения «Мы вместе», а также советы отцов на местах. Напомним, близкие мобилизованных по разным вопросам могут обратиться по телефону контакт Центра Минсоцзащиты. «Мы не должны замещать армейское снаряжение, но наша задача – обеспечить более комфортную службу мобилизованным». Такое заявление сделал председатель краевого парламента Александр Романенко. Сегодня он обратился не только к депутатам, но и к волонтерам и всем жителям Алтайского края с просьбой о помощи для семей мобилизованных. Носками и всем дополнительным, по словам председателя КЗС Александра Романенко, мобилизованных могут обеспечить неравнодушные люди. Он призвал жителей края, в том числе своих коллег, к совместной поддержке призывников. Политик подчеркнул, вооружением, обмундированием и питанием будущих бойцов обеспечит Министерство обороны. Задача земляков – помочь сделать условия пребывания мобилизованных более человеческими. Совет женщин в администрации района разослал всем жителям, бизнес-структурам и так далее письмо. Уважаемые коллеги, просим подключиться к такой важной работе. Или оказать финансовую помощь, или же материальное оборудование. Носки и так далее. Но все то, что дополнительное. Вот взводят, что у нас сегодня денег нет, что в Министерстве обороны, то-то, то-то. Мне пришлось все это дело разъяснять, что ничего в этом плохого нет. И так уж заведенного у нас на Руси, и так всегда было и я, не сомневаясь, будет. Когда семья отправляет кого-то на службу, даже на полное обеспечение, все равно собирает за руку чемодан. Так и мы все края должны оказать им поддержку. Включаться в работу стоит и волонтерам. Прежде всего, помогать семьям, которые остались без мужчин. Им сейчас непросто. Кому-то нужно докопать картошку или нарубить дрова. Своих коллег спикер парламента призвал больше общаться с жителями, чтобы снизить накал тревоги. Особый разговор предстоит с бизнесом. Сейчас я боюсь, что на продовольствие пока цена упала, держится все. Но уже, так сказать, потуги эти и идут. Но вот как-то, я не знаю, Андрей Канкович, может бизнес призвать к разуму какому-то? Чтобы все-таки давайте в этот период заморозим эти цены. Отдельным отраслям в ручном режиме нужно будет спасать производство. Прозвучала идея содействовать с замещением ценных мобилизованных кадров. Как именно, пока не уточняют. Для всех же, кто уже готов оказать помощь, открыт специальный счет в Алтайском фонде поддержки регионального сотрудничества и развития, который ранее занимался вопросами коронавируса. Мы эту работу уже вели в ковидный период, начали уже вести сейчас. Только расширяем ее сейчас именно точно на семье военнослужащих. Однако, по словам Романенко, еще предстоит определить конкретный список того, что требуется в подразделениях. Часть собранных средств направят мобилизованным, часть их – семьям. Анастасия Дороган, День с толком. В конце сентября заметно увеличилось количество объявлений от жителей региона, которые хотят пристроить своих домашних животных в добрые руки. Собак и кошек люди готовы отдать бесплатно. И основная причина – частичная мобилизация. Зоозащитники уже бьют тревогу. На этом любительском видео кошка Муська. Маленьким котенком ее вместе с братьями и сестричками в коробке оставили у дверей приюта. К счастью, очень скоро у Муськи появился хозяин, который переживает, как бы кошке вновь не пришлось оказаться в приюте. Мне пришла повестка на мобилизацию. Я обзвонил всех родственников, обзвонил всех друзей. У кого-то аллергия, у кого-то нету места. В общем, я не знаю, что делать. Начал подавать объявления в соцсети. В общем, если в ближайшее время не найдется хозяин, не найдется дом для моего верного друга, хотя бы на то время, пока я служу, то мне ничего не остается делать, кроме как просто обратиться в приют. К слову, в Барнаульском приюте «Ласка» уже находится 650 собак и 180 кошек. Его руководитель Софья Куликова говорит, на неделе, когда стали призывать мобилизованных, количество звонков действительно увеличилось. Люди приспрашивались на всякий случай, уточняли о временной передержке. Начали поступать звонки от граждан, которые просят принять своих хозяйских животных по причине мобилизации. У нас позвонила женщина, сказала, что у нее муж забирают, а у нее две собаки. Причем, однако, это огромный алабай. Вторая типа лайки, у нее трое детей. И вот мужу сейчас заберут, и вроде как ей нет возможности с ними справляться. Количество объявлений с просьбой забрать в добрые руки любимую собаку или кошку увеличилось в социальных сетях и на других платформах интернета. А зоозащитники уже переживают, что многие из этих животных могут просто оказаться на улице. Боязнь будущего и так далее, она, очевидно, может спровоцировать отказ от животных. То есть многие люди, вероятно, не будут иметь возможности их дальше содержать. Поэтому мы понимаем, что сейчас переустроить животным, найти новых хозяев намного сложнее. И есть такой риск, что больше будет оказываться на улице. В приюте «Ласка» пока не увеличивают количество будок и вольеров. Надеются, массового отказа от животных не будет, но обращаются ко всем неравнодушным и приглашают стать волонтерами приюта. Елена Кузовкина, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаульцев приглашают стать донорами. Сегодня в городе стартовала акция по забору крови. Ее участники получат компенсацию и освобождение на день от работы или учебы. Собранный же материал организаторы передадут в центр крови. Его будут использовать для переливания всем нуждающимся. Наша съемочная группа узнавала все о проводимой акции. Фургон ждет горожан в центре Барнаула с самого утра. Желающих сдать кровь пока немного, в основном студенты. Пригоден ли каждый из пришедших для донорства, они узнают здесь же. Доноры в лаборатории берут анализ, проводят осмотр и, если все в порядке, начинают процедуру. Ну, не сложно. Пришел и сдал уже, вот третий раз хожу. То есть, когда разрешается, там, раз полгода можно сдавать кровь. Я хожу, сдаю обычно. А первый раз, да, там, чувствуется. А второй уже нет, от этих вообще, будто ничего не было. Так рука попаливает маленько, да и только. Собранный материал позже передадут в центр крови для переливания нуждающимся пациентам. Доноры же получают компенсацию в размере 600 рублей, справку на день отдыха от работы или учебы и небольшие призы с символикой акции. Присоединиться к ней могут не только студенты, но и все неравнодушные жители города. Самое главное, чтобы люди позавтракали, также весили больше 50 килограмм. И если у них есть какие-то хронические заболевания, то это полный отвод. А также есть временный отвод, это если, например, какие-то татуировки, пирсинки в ближайшее время или прививки. Акцию уже провели в Рубцовске. БИСК примет доноров 12 и 13 октября, камень на Аби 18-го. В Варнауле фургон проработает на площади Сахарова несколько дней. Сдать кровь и стать донором может каждый до конца этой недели. Мобильная станция будет работать до 12 часов дня ежедневно. Анна Рашигирова, Дмитрий Денисов. День с толком. В Варнауле задержали гражданина Центрально-Азиатского региона с крупной партией героина на 20 миллионов рублей. По данным ФСБ России по Алтайскому краю, в сентябре их сотрудники получили информацию, что гражданин одной из Центрально-Азиатских республик, который жил в краевой столице по трудовому патенту, собирается продать крупную партию героина, содержащей смеси. Сотрудники провели оперативный эксперимент, в ходе которого иностранец сначала продал пробную партию наркотика, а позже 976 граммов героина. После этого его задержали оперативники. В ходе обыска по месту проживания обнаружены еще три свертка наркотического вещества, которые, по предварительной информации, иностранный гражданин тоже планировал продать. Общая масса изъятого из незаконного оборота наркотика составила почти 4 килограмма. По оценкам экспертов, такая партия содержит около 16 тысяч разовых доз, а на черном рынке оценивается в 20 миллионов рублей. В отношении иностранцев возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркосредств в особо крупном размере. Ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Изучить цифровые копии ценных книг и документов об истории Алтайского края теперь можно, не выходя из дома. Специалисты библиотеки имени Шишкова разработали уникальную электронную коллекцию архивных материалов. Работа над ней шла больше 10 лет. За это время Шишковка успела передать фонду президентской библиотеки Санкт-Петербурга, с которой они совместно работали над проектом, свыше 4 тысяч копий ценных документов. Узнать историю Алтайского края, посмотреть на его старинные фото начала 20 века, изучить его природу, население и промышленность через труды ученых, посетивших регион, теперь можно в электронном формате. Библиотека имени Шишкова совместно с президентской библиотекой Санкт-Петербурга презентовала цифровую коллекцию с копиями ценных книг и материалов, посвященных нашему региону. 27 документов стали основой коллекции Алтайский край, страницы истории. И так началось наше сотрудничество. Мы цифровали документы, передавали в президентскую библиотеку. Пока к 2015 году мы не доросли до открытия регионального центра президентской библиотеки. Всего край передал культурной столице страны более 4 тысяч документов. Создание таких виртуальных коллекций, подчеркивают специалисты сферы, уникальная возможность создать единое культурно-историческое пространство для всех. На презентации проекта побывали и работники президентской библиотеки. Не всякий читатель может доехать, или пользователь историк, исследователь архива, например, в Москву или Санкт-Петербург. А придя, например, в электронную читаль президентской библиотеки или на его портал, он может вполне получить доступ к тем ресурсам, которые необходимы. Электронные библиотеки позволяют сохранять старые и редкие экземпляры книг и документов, но при этом делают их доступнее. Ученые, краеведы, студенты, школьники и все, кому интересны история и культура Алтая, могут в открытом доступе изучить труды исследователей, этнографов, раритетные фотографии и другие материалы на сайте президентской библиотеки. Документы помещены в тематические разделы «Власть», «Территория», «Народ» и «Русский язык». У меня необходимость объяснять значение президентской библиотеки и возможности современного человека, который живет во время информационного хаоса, получать доступ к компетентным, достоверным, открытым источникам об истории нашей страны, истории российской государственности. На сегодняшний день в Алтайском крае открыты более 50 центров удаленного доступа, благодаря которым жители регионов получают не только доступ к уникальному фонду президентской библиотеки, но и возможность участия в конференциях, вебинарах и других просветительских мероприятиях. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Ремонт краеведческого музея «Края» вновь решили отложить. Власти не могут найти подрядчика на этот объект. Как сообщил замминистра культуры «Края» Дмитрий Арестов, музей выставляли на аукцион трижды, но ни разу никто не заявился. Причина, по словам чиновников, в том, что здание относится к объектам культурного наследия, а при реконструкции таких сооружений действуют другие нормы. Подобные сложности возникают и при реконструкции других сооружений культуры. К примеру, трижды не могли найти подрядчика на ремонт дома культуры «Химик» в Яровом. А что касается краеведческого музея, то подрядчика для освоения федеральных средств так и не нашли. Несмотря на то, что стоимость работ выросла почти на 100 миллионов. Объект был внесен в национальный проект, это как раз в раздел «Реновация музея». И чтобы деньги федеральные не потерять, было принято решение, уже в апреле месяце мы этот объект заменили федеральной программе, чтобы освоить деньги. Заменили на Государственный художественный музей Алтайского края, где как бы работы ведутся. Напомним, работы по реконструкции Краеведческого должны были начать в 2020 году и закончить в 2023. Но теперь, по словам замминистра культуры, вновь придется пересмотреть стоимость и сроки работ. В этом году они уже не начнутся. 5 октября на сцене концертного зала «Сибирь» состоится премьера спектакля «Старорусский уезд» в исполнении ансамбля «Алтай». Художественный руководитель проекта, народный артист Советского Союза и России, балетмейстер Владимир Васильев. Музыка тоже гениальная. Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова. На репетиции побывала наша съемочная группа. Назревает 150-летие Рахманинова. 1 апреля по новому стилю представляете. А мы, наверное, вообще будем одни из первых, если не первыми в мире, кто уже откликается на это. Это пятый спектакль Васильева с нашим ансамблем. А знакомство с коллективом длится больше 10 лет. На сцене уже второе поколение танцоров, говорит балетмейстер. Хореографом на этот раз выступает Алексей Расторгуев. Работает с «Алтаем» впервые. И именно он предложил взять для постановки уникальную, по его словам, музыку Рахманинова. Рассказывает, что постарался воплотить на сцене свои ощущения от второго фортепианного концерта. Первая часть для меня и музыка, которая несет настроение, она является для меня надеждой. Надеждой на то, что будет со мной в жизни, с отдельными людьми, со всеми людьми. Вторая часть, ну, ярко выраженная любовь. И третья часть для меня в музыке Рахманинова – это огромнейшая вера. Вот именно надежда, надежда на любовь, благодаря которой ты обретаешь веру. Работа над постановкой длилась месяц. Хореограф отмечает большой, в том числе и физический труд, который проделали танцоры в репетиционном зале. Работали по пять часов в день. Тем, что на данный момент получилось, доволен. К тому же Василий всегда был рядом, помогал, подсказывал, докручивал. Здесь сложности свои были еще, знаете, когда мне сказали, что у нас же ансамбль все-таки здесь алтайский. И песни, и танцы, и песни тоже. А куда же песню? Вроде бы ее туда вместе с этим нехорошо будет. Не по отношению к Рахману, а вообще. Да, но они должны быть. И вот они будут. И я сейчас смотрю уже. Боже Бог, слава тебе, Господи, абсолютно к месту. Сложно пришлось и художнику по костюмам. Ведь такая музыка требует минимализма. Поэтому в первой части в цветах постановки только черное и белое. О других частях умолчал, оставил интригу на премьеру. Ну, конечно, этот спектакль, в первую очередь, про музыку, про вот эту метафору между черным и белым, между черными клавишами и белыми клавишами, между добром и злом. Ну, в принципе, об этой полярности. Это очень и очень, мне кажется, хорошо сделано и бюллетмейстерам, и ребятами. И вот сейчас, надеюсь, мы доведем до конца. У нас освещение будет еще. Но вот это, во всяком случае, пока, пока, пока. Я боюсь даже говорить, потому что все говорят, что у тебя черный глаз. Ты скажешь хорошо, обязательно какой-нибудь будет. Все ждут, как постановку воспримет зритель. К слову, ждать осталось недолго. Премьера Старорусского уезда в концертном зале «Сибирь» уже 5 октября. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Новый и современный центр смешанных единоборств скоро откроется в Барнауле. Один зал «Топ-тим Сибирь» обосновался на улице Пролетарская, второй распахнет свои двери на взлетной. И это будет уже не просто спортзал, а целая спортивная арена. Перед его открытием тренерский состав расскажет и покажет, что такое ММА и чем этот вид спорта полезен для детей. Трансляция будет представлена в формате видеоуроков. Всего их 5. И мы покажем их на нашем телеканале. Подробности у Дмитрия Дроздова. Центр смешанных единоборств «Топ-тим Сибирь» расширяет свои возможности. С момента открытия первого зала прошло уже 7 лет. За это время клуб провел множество тренировочных сборов, семинаров и организовывал профессиональные турниры по ММА. А самое главное – взращивал профессиональных бойцов, массеров спорта по боевым единоборствам, которые становились чемпионами России и победителями международных соревнований. Одним словом, клуб рос, развивался, его воспитанников становилось больше. Возникла необходимость и во втором зале. В котором продолжим наши традиции и будем вместе уже достигать новых вершин с новыми ребятами. Основная миссия Центра – привить в детях любовь к спорту и закалить характер. С юными бойцами будут заниматься профессиональные спортсмены ММА. Помимо того, что каждый человек может научиться здесь самообороне, физическому развитию, здесь у нас большая философская база. Дети не только физически развиваются, но и морально готовятся перейти во взрослую жизнь, стать ответственными, целеустремленными, трудолюбивыми. Такие вот вещи мы затрагиваем всегда в воспитании. Видеоуроки будут транслироваться на нашем телеканале. Каждую пятницу телезрители смогут познакомиться с боевыми единоборствами, понять философию спорта и оценить мастер-класс от наставников клуба. К слову, видеоуроки будут полезны и девушкам. Мнение о том, что ММА не для слабого пола, тренеры считают мифом. Не пропустите серию увлекательных уроков от Центра смешанных единоборств. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok